Нихао леди и джентльмены, интернет портал bestandroid.com.ua предлагает вашему вниманию очередной обзор бюджетного девайса в стиле HTC, это смартфон на андроиде от китайских производителей поставляется в таких вот просто белых обычных коробочках то есть коробка может быть абсолютно любая здесь вы найдете сам телефончик кстати тяжеленький, сейчас мы его посмотрим далее в комплектации будет бампер защитный блок питания на нашей розетке гарнитура и USB USB кабель для подключения к компьютеру и зарядки телефона хочу отметить, что гарнитура здесь тоже USB посмотрим подробнее про этот телефончик этот смартфон выполнен в стиле HTC выглядит вот таким вот образом очень такой приятный дизайн и вес, скажу сразу то есть отмечаем вес телефона начнем обзор с внешнего вида, как обычно здесь в верхней части фронтальная камера за красной такой решеточкой у нас внутренний динамик далее идет дисплей 4,5 дюйма внизу 3 сенсорные стандартные андроидовские кнопочки контекстное меню, домой и назад в верхней части выход microUSB для подключения телефона к компьютеру, зарядки и наушники можно сюда вставить слева есть кнопочка регулировки громкости это качелька, причем она имеет такой интересный рисунок также слева вы найдете вставку из металла красного цвета такие точечки здесь внизу микрофон и справа кнопка включения-выключения смартфона на его блокировки и такая же вот вставочка на задней части, в верхней части есть блок камеры со светодиодной вспышкой написано digital camera у нас значок HTC, причем он прям нанесен, это не наклейка и внизу google android operation system значок андроида и уже внешний динамик вот телефончик наш включается, очень музыкально, очень интересно и хочу отметить, что оп, что сзади у нас покрытие soft touch то есть он не будет скользить в руке небольшое такое резиновое, как бы по ощущениям покрытие это так называемый soft touch вот он разблокировался, кстати, очень быстро мне сразу же вот так, я первый раз его включаю и моментально разблокируется здесь стоит android 2.3, это видно сразу то есть не четвертый android, все-таки старенькая версия операционной системы, возможно можно обновить его но посмотрим все-таки, как же он работает как здесь все это происходит в принципе листается он достаточно быстро дисплей, сразу хочу сказать, что для такого бюджетного телефона очень неплохой сейчас посмотрим по поводу яркости так оп, вот у нас максимальная яркость очень неплохо смотрится и зайдем в меню, посмотрим здесь какие программы уже предустановлены кроме стандартных программ работы с камерой, смс, галереи, всякие проводники файловые и так далее и так далее, фильмы, плееры, том-кэ, даже какие-то игры есть здесь есть Play Market то есть этот телефон работает с Play Market и поддерживает аккаунты Google итак, добавить аккаунт и вот я установил из Play Market приложение Antutube Benchmark сейчас мы его запустим, наверное, на списке всех приложений да, вот и что касается характеристик телефона можно посмотреть, что здесь производители центрального процессора MDK6517 это двухъядерный процессор с частотой 1 ГГц но с объемом оперативной памяти 512 МБ разрешение дисплейта 480 на 854 пикселя что касается графического процессора здесь стоит Mali 300 в отличие от стандартного SGX 543 но здесь стоит Mali в принципе то же самое поддерживает графику OpenGL 2.0 и вот оператив, как я и сказал, 256 а встроенный 190 МБ всего то есть надо будет расширять память уже картами памяти microSD которая поддерживает телефон и камеры обе по 2 Мп для звонков для автопортретов и задние, в принципе, для уже фотографий для записи видео то есть абсолютно классические характеристики как для бюджетного смартфона ничего нового и то, чем можно выделить этот телефон в плане характеристик но я бы не сказал именно если я веду именно аппаратная платформа но хочу заметить, что здесь намного лучше по сравнению с другими телефонами в районе 150 долларов здесь намного лучше дисплей цвета поярче, картинка почетче плотность пикселей побольше то есть действительно, если сравнивать два бюджетных телефона с такой диагональю то этот телефончик выиграет в плане дисплея то есть это полноценный смартфон на андроиде версии 2 и 3 очень стабильной версии, хочу заметить, андроида отлично подойдет для тех, кому кто не игроман, для тех, кто не нужен ему телефон чтобы в игре играться а нужен звонилка с функциями офиса с функциями серфинга по интернету потому что телефон поддерживает Wi-Fi полноценный то есть со стандартными задачами смартфона то есть, что я увидел внутри это, в принципе, классический китайский бюджетный смартфон если подводить итоги но удивил, действительно удивил дисплей он здесь классный отличает этот телефон, аппаратная платформа от других бюджетных смартфонов то, что он двухъядерный идет какой-никакой, но двухъядерный и здесь понравилась сборка корпуса используется металл, это видно телефончик достаточно тяжелый понравилось сочетание черного с серебристым вот здесь по краям металлическая такая вставка вот эта красная вставка то есть реально он круто в руке сидит за счет покрытия soft-touch и за счет своей толщины он не такой толстый то есть приятный телефон, как ни крути и заглянем под заднюю крышку она снимается, есть специальный вот здесь пазик такой заглянем, посмотрим, то что еще один плюс его он работает на две сим-карточки то есть это, в принципе, не новость для китайских телефонов вот так вот выглядит телефон под задней крышкой опять же, обратите внимание сборка, все красиво, все приятно вот 7.1, 7.2 оставляется и слот для карт памяти и что касается аккумулятора вот что касается аккумулятора это модель Z6A вот, кстати, видно и он идет емкостью на 1400 мАч то есть достаточно неплохо телефон с такими характеристиками с таким энергосберегающим, можно сказать, процессором будет держать около двух суток и комплектация в комплекте, как вы видели в начале видео идет бампер бампер пластиковый таким образом он выглядит но, опять же, защищает телефон со всех сторон смотрится, в принципе, он ну, интересно тоже в этом бампере то есть лишним он не будет для тех, кто хочет защитить свой телефон от царапин, от ударов вот предусмотрена в комплектации такая штука и для любителей белых телефонов предоставляется телефон и в белом цвете причем белый цвет, в отличие от черного он не имеет покрытия soft-touch он тоже металлический, тяжеленький такой и покрытие глянцевое но оно абсолютно не оставляет отпечатков пальцев в принципе, тоже очень неплохой и по внешнему виду, как видите красные вставочки, они остались классно смотрятся и белый, и черный и к белому идет, соответственно, белый защитный бампер абсолютно такой же, только цвет другой вот таким вот образом в бамперах выглядят два этих телефона если вам понравились они, пожалуйста, можете под видео есть ссылочка, зайти посмотреть точные характеристики фотографии этих смартфонов и также попрошу подписывайтесь на канал следите за новыми обзорами и всего доброго